Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Хабар. В студии для вас работает Талат Алманов. По меньшей мере два человека погибли в результате мощного наводнения в американском штате Кентукки. Шестеро считаются пропавшими без вести. Напомню, шторм обрушился на регион в начале недели. С тех пор дождь, лед не переставая. Стихия разрушила около 150 домов. Тысячи человек остались без электричества. Спасатели разбирают обломки зданий, а также пытаются добраться до тех, кто не мог вовремя покинуть свое жилье. К этому времени спасено почти полсотни человек. Накануне местные власти объявили об введении режима ЧП на территории штата. Мы не можем назвать точное число пропавших. Этот список постоянно меняется. Пока мы спасаем одного, получаем сообщение о пропаже еще двух. Количество жертв может измениться даже до того, как я сообщу об этом в командный пункт. В Тибелисе прогремел взрыв в квартире многоэтажного жилого дома. Погибли пять человек и еще четверо получили различные травмы. Сообщается, что ЧП произошло из-за утечки газа. В здании разрушены несколько стен и выбиты стекла. На месте происшествия работают специалисты и сотрудники чрезвычайных служб. Несколько десятков семей эвакуировали и временно разместили в гостиницах города. Подписание ядерного соглашения стало праздником для жителей Ирана. С наступлением ночи тысячи иранцев по всей стране вышли на улицы, чтобы отпраздновать подписание ядерного соглашения. Города заполнили машины, из которых развиваются национальные флаги, не смолкают клаксоны. Так водители приветствуют друг друга и прохожих. Счастливые жители танцуют прямо на проспектах. Это несмотря на то, что еще не закончился священный месяц Рамазан, который запрещает такого рода проявления радости. Тем не менее, власти не стали мешать жителям отмечать историческое событие. Иран наконец выходит из международной изоляции. Санкции сильно тормозили экономику страны и осложняли нашу жизнь. Теперь мы ликуем от радости. Напомню, спор по иранской ядерной программе длился более 10 лет. И вот, наконец, вчера в Вене главы Исламской Республики из шести мировых держав поставили свои подписи под главным документом. Ядерное соглашение предусматривает отмену санкций в отношении Исламской Республики. Это, по мнению миллионов простых иранцев, должно привести к значительному улучшению социально-экономической ситуации в стране. Президент Ирана Хасан Рухани назвал подписание договора новым и важным этапом развития страны. В западном регионе страны появилась первая перепелиная ферма. В последние годы потребительский спрос на перепелиное мясо и яйца заметно вырос. Уже сейчас продукцию закупают крупные торговые сети Ахтубе и других городов западного Казахстана. Поступают заявки от южных областей. Армен Абрамян не первый год занимается производством диетического мяса и яиц. Начинал с малого, завез несколько десятков перепелок, чтобы продавать экологически чистое мясо в собственном ресторане. За короткий срок перепелиное мясо стало настолько популярным, а поголовье птицы так выросло, что излишки решили продавать в магазинах. Сегодня на типовой перепелиной ферме действует одна линия – это 8 тысяч несушек, каждая из которых в день дает по одному яйцу. В дальнейшем у нас план есть такие четыре линии поставить, увеличить до где-то 30 тысяч штук. Есть спрос, люди уже поняли, что это полезно. И мясо диетическое, очень вкусное, нежное мясо. Предприниматель обеспечивает диетическим продуктом весь западный регион. Но в последнее время заказы начали поступать даже с южных областей. В рамках дальнейшего содействия в реализации продукции, сегодня Акиматом прорабатывается вопрос взбытия данной продукции для школ, больниц, объектов в социальной сфере. Единственный барьер в наращивании производства – высокая стоимость комбикорма из России. Возможно, в скором времени при поддержке государства на предприятии появится собственный комбикормочный цех. Это поможет существенно снизить конечную стоимость продукта, говорят здесь. Елена Устимович, Александр Степаненко, Хабар, Актубе. Новый сорт яблок вывел селекционер из Восточно-Казахстанской области. Он назвал его «Астана». Садовод-любитель Утамбек Мусабаев живет в селе Бархатпель уржанского района. Новый сорт самого известного в мире фрукта – это результат 20-летнего труда, уверяет сельчанин. Неудачных опытов было много, признается садовод, но результат оправдал все ожидания. Наш Казахстан – многонациональная страна. Так и я вывел новый вид из разных сортов яблонь. Результат получился хороший, поэтому и дал новому сорту название «Астана». Парламент уходит на каникулы. В эти минуты проходит итоговое совместное заседание Можелевса и Сената. Ходить на работу, проводить заседания рабочих групп и участвовать в принятии законов народные избранники не будут вплоть до начала сентября. Сейчас на церемонии торжественного закрытия четвертой сессии пятого парламентского созыва находится наш корреспондент Гульнара Жандагулова. Она находится на прямой связи со студией. Гульнара, здравствуйте. С какими итогами заканчивает парламентский сезон Можелевс? Доброе утро. Талгат. На каникулы, которые по закону теперь начинаются с середины июля, большинство депутатов уходит с чувством исполненного долга. Кстати, выйти позже на 15 дней в отпуск к парламентариям пришлось из-за большого объема работы. На рассмотрение в парламенте за время четвертой сессии находилось 190 законопроектов, из которых принято 113. Есть и рекорды. В этой сессии удалось принять на 17 законов больше. Конечным итогом очередного цикла работы законодательной ветви власти стали подписаны главой государства 90 законов. 41 раз мажоресмены собирались на пленарные заседания, чуть меньше их коллеги по Верхней Палате 33 раза. Большинство принятых документов касались экономики, социальной сферы и безопасности. Впрочем, сменить деловой костюм на пляжные шорты и тапочки уже завтра рвется не каждый депутат. Скорее всего, часть из них отправится на встречу с избирателями. К этому моменту сейчас совместное заседание уже закончилось. Депутаты даже успели раздать интервью, а министры покинули зал совместных заседаний. Большое спасибо. 231 тонну гуманитарной помощи собрали жители Казахстана для пострадавших от паводков в Карагандинской области. Об этом сегодня рассказали представители общества Красного полумесяца. В ходе гуманитарной акции волонтеры опробовали новый вид оказания помощи, раздали так называемые продуктовые ваучеры стоимостью в 20 тысяч тенге. Их можно было обменять на товары в одном из супермаркетов Караганды. Спонсором этой акции выступило Международное общество Красного креста и Красного полумесяца. Оттуда карагандинцам перечислили 46 миллионов тенге. И, наверное, очень серьезный вопрос, это, конечно, отчетность. И доказать, что та гуманитарная помощь, которая приходила, она была распределена справедливо, была распределена с учетом тех бедствий, которые потерпели наши пострадавшие в ходе паводка. Карагандинские полицейские нашли родителей шестилетней Ксении, которая в одиночку каталась на рейсовом автобусе. Как сообщает предслужба ДВД Карагандинской области, сейчас инспекторы выясняют, почему ребенок оказался без надзора взрослых, а также изучают условия ее проживания. Девочка никогда не посещала учебные заведения и до сих пор не разговаривает. В полиции отмечают, что родители нашли после публикации объявлений в социальных сетях. В отношении родителей будет составлен административный протокол по статье 127 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка. По данной статье санкция предусматривает штраф. Все больше октауских ребят хотят заниматься парусным спортом. Такую тенденцию отмечают тренеры детской спортивной юношевской школы парусного спорта. Она базируется на Каспии. За этот год в учебные заведения записались более полусотни ребят. Причем новички уже делают успехи на морской арене и побеждают на различных чемпионатах. О том, как стать юным капитаном, разбираться в классе лодок и уметь управлять своим маленьким судном, расскажет Тамара Степанова. Сначала занятия на суше, потом уже на воде. В Мангостаусской парусной школе строго подходит к вопросам теории и практики. Заставлять работать погодные условия на себя учит воспитанников 27-летний Максат Кожабаев. Он посвятил этому виду спорта более 15 лет. Знает все тонкости и нюансы хождения под парусом. К нам приходят мальчишки с 8 лет. Занимаются на бесплатной основе. У нас 6 тренеров. Все мастера спорта международного уровня. Ситуации на воде бывают разные. Ветер, дождь, палящее солнце. У ребят закаляется характер. Приходит умение решать проблемы, надеясь только на себя. Тренировки 6 раз в неделю по 4-5 часов действительно делают из ребят настоящих морских волков. Один из самых маленьких спортсменов парусной школы – 11-летний Самат Муса. Сегодня он бороздит акваторию Каспия и усиленно тренируется для соревнований, выполняя все задания тренера. Два года назад мои друзья покатали меня на такой лодке. Я влюбился в этот спорт. Сегодня я сам яхтсмен. Когда сильный ветер, то мой парусник может развить большую скорость. Конечно, можно перевернуться и упасть в море. Но это не страшно. Мы же умеем плавать и носим жилеты. В парусной школе уже 23 года. Сегодня она объединяет около 300 ребят. И с каждым годом количество желающих учиться здесь только растет. Радуют и успехи юных чемпионов. К примеру, недавно с чемпионата Казахстана ребята привезли сразу 4 золотые медали. А на соревнованиях в Узбекистане заняли второе общекомандное место. Проходят чемпионаты Катара, Кубка Короля. И получается, наши спортсмены выступают на этих международных турнирах успешно. И из-за того, что они вот здесь, на нашем море, проходят колоссальную школу и практику. Благодаря этому нашему морю, Каспийскому, что она постоянно штормит. Для нашей школы это плюс, большой плюс. В школе имеется около 100 лодок разного класса для всех возрастных категорий. В планах каната Мангубаева еще больше улучшить ее материально-техническую базу. Этот класс лодки называется «Оптимист». Его специально разработали для детей и подростков с 8 до 16 лет. Именно с него начинали практически все олимпийские чемпионы. Бывалые спортсмены называют его Ванной. И он действительно похож на Ванну, зато легок в управлении. Длина корпуса 2 метра. Площадь паруса около 3,5. Для одного или двух спортсменов в самый раз. Осенью спортсмены поедут отстаивать честь Казахстана на чемпионат в Катаре. А уже в следующем году руководство школы планирует провести международные соревнования по парусному спорту на Каспии. Тамара Степанова, Ренат Дусалиев, Хабар, Монгастауская область. На этом пока все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова